Всем привет! В прошлых сериях о заводе имени Ликачева мы побывали в двух уникальных местах. Это высотный склад и климатическая камера. А сейчас мы отправимся путешествием по небольшой подземной части этого завода. И вот еще один из сюрпризов умирающего завода. Это бомбоубежище, находящееся практически в идеальном состоянии. На входе нас встречают три гермодвери, отлично сохранившиеся. Все в рабочем состоянии. Дальше помещение для укрываемых. Представляет оно из себя вот такие вот нары. Находится здесь бак с аварийным запасом воды. Сохранились все таблички. Собственно, вот здесь вот отлично видно, какие помещения для чего предназначены. Состоит оно из трех отсеков. Здесь находится радиоточка, которая в случае чрезвычайной ситуации должна была оповещать о том, что можно покинуть убежище. И сейчас нахожусь в следующем помещении. Это учебный класс с плакатами ГО Гражданской обороны. Вот здесь вот представлены образцы противогазов на стентах. Схема санулового убежища. И здесь же имеется проход к фильтровентиляционным установкам. Которые тоже находятся в отличном состоянии. Здесь представлена схема вентиляции убежища. Воздуховоды. Электромотор. Который дублируется электрическим приводом. Все это, как я уже сказал, в отличном рабочем состоянии. Электрические щиты. Вот отсюда здесь был вход электричества. Сами фильтры здесь находятся. И даже можно видеть ключи. Воздуховоды. Я так понимаю, они предназначены для обслуживания фильтров. Отсюда осуществлялся забор воздуха. Убежище. Не глубокого заложения. То есть практически над нами сейчас находится уже поверхность. И сейчас я пройду в третье помещение. Здесь тоже находится комната для укрываемых. с плакатами ГО. Санузел. А вот это, я так понимаю, аварийный выход. Ну или второй выход. Здесь вот санузел. Еще такой же санузел находится в соседнем помещении. Надо сказать, что все в достаточно хорошем состоянии. Здесь вот как раз еще идут таблички. В какой части убежища сотрудники какого цеха, какого отдела должны были располагаться. Вот здесь вот рассчитано на 40 человек из литейного цеха, там хозяйственная часть 10 человек и так далее. А вот баянная Зиловская теплосеть, которая проходит под всей главной аллеей, центральной улицей завода. И от нее идет ряд ответвлений уже к корпусам непосредственно. ручка. Она, правда, не сильно подтоплена. Решили мы пройти короткий кусок этой теплосети от одной вент шахты до следующей. А проблема вся заключается в том, что напарник у меня не любит носить, ходить в сапогах. Смотрите первую серию о заводе Зил, Сталкново сотный склад и не забывайте подписываться на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова